Запись прервалась, поэтому продолжим. Значит, остановились на модели клип, которая перешла от обозначения конкретных вейблов, то есть конкретных принадлежностей, к какому классу принадлежит модель, изображение, к тому, что к каждому изображению сопоставляется некоторый текст, что на нем изображено. И этот текст дополнительно еще обогащается дополнительной информацией, что позволяет строить более сложные, более многогранные связи между признаками изображения, что на нем рисовано, какие-то отдельные кусочки, грани, какие-то объекты, и тем, какой текст сопровождает изображение. Значит, модель клип, она работала с наибольшей гранулярностью, гранулярность на уровне писательного текста, что изображено, да, то есть это больше относится к задачам классификации, когда модели, такие, например, как вид, то есть визуальные трансформеры, они выдают вам только лейбл, да, то есть обучаются на парах изображения. Лейбл, то есть изображение класс, то, что примерно делали в практических задачах, да. А вот более современные модели, такие как Юнисель, которые используют ту же самую идею, что и клип, они позволяют классифицировать изображение просто на основе какого-то текста сопровождающего. То есть, например, обучаются на огромнейшем количестве слабо размеченных изображений, да, где не четко задан класс, да, а просто некоторые сопровождающие тексты им предоставлены. Вот, и такие модели, они обладают уже свойством открытых множеств, да, то есть они не просто заточены на какой-то список классов, которые можно распознавать, да, они в целом позволяют вам выдавать, что же изображено на картинке, по сути классифицировать картинки, но не на каком-то закрытом наборе типов, которые вы использовали на обучении, а на некотором открытом множестве. То есть вы указываете, что конкретно вы хотите распознавать, да, и они вам распознают. Вот, большая гранулярность, там, это уже на уровне отдельных регионов, да, то есть отдельных частей изображения. Самые простые части изображения – это попытка найти объект, как здесь нарисовано, да, то есть некоторый прямоугольник, который описывает, что здесь изображено. Соответственно, такие вот, ну, классическая модель Deter, ну, как классическая, такая наиболее современная модель, которая работала с четким обозначением, да, классов, списком классов Deter, детектор, на их основе, там, модель GLEEP, который уже использует некоторую языковую модель в основе, да, то есть сопоставление визуальных образов и языка для того, чтобы перейти к поиску, задачи поиска объектов на изображении уже с открытым словарем, то есть OpenSet, по сути, OpenVocabulary, то есть модели с открытым словарем. То есть не только там те классы, которые вы на обучении использовали, а в целом вам уже даже обучаться не надо, вы берете модель, и на открытом словаре она вам показывает, что здесь нарисовано, что это собака. То есть она может уже находить объекты без каких-либо, без какого-то специального обучения. Вот, и, например, еще большая гранулярность, там, на уровне пикселей, то есть еще меньший масштаб, да, на уровне отдельных пикселей сказать, где что находится. То есть это задача сегментации, где у вас выходом является уже, по сути, некоторая маска, да, изображение. По сути, это изображение, где разукрашено, какие объекты, где находятся, да, и что в каждом объекте. Происходит, то есть тут отдельные лейблы каждому, каждому вот такой вот сегменту, то есть это сегментация. Вот, есть модели, которые как сегмент anything, которые просто говорят, что вот это объект 1, это объект 2, это объект 3, да, а такие модели, как OpenSeat, они еще и могут назначить какие-то классы каждому объекту. Вот, поэтому разная гранулярность, да, но идея та же самая. То есть вы задаете уже не конкретные классы и ожидаете, то есть обучаете модель уже не под конкретный класс, да, там, что вам нужно там классифицировать, выделять или там прям обрисовывать, да, а вы можете формулировать задачу уже на уровне некоторого текста, текстового описания, да, что конкретно вам нужно выделить, например. Это как раз вот переход от классов фиксированных, да, к некоторым открытым множествам, описанному в виде текста. Это вот примерно то, что сейчас происходит на этапе стыковки визуальной текстовой информации. Довольно важный, важный качественный переход в построении моделей. Вот, ну и такая, наверное, как этого достигают, да, то есть модель клип мы с вами рассматривали, да, вот следующий этап это как же, например, научить модель не просто описывать, что изображено на картинке, да, а как, например, локализовывать ваш текст. То есть вы написали какой-то текст, и вы хотите, чтобы модель разметила вам изображение, объяснила, какие части вашего текста к каким фрагментам изображения относите, да, то есть называется фраз-граундинг задача, то есть дана некоторая фраза на вход модели, и на выходе нужно на картинке обозначить, где конкретно что находится. Вот, как такие задачи решаются? Ну, такая, самый, тут в дедклипе, да, у них отдельно они рассматривают какие. Вообще, на самом деле, подходов много, вот дедклип это третий подход, да, вот они говорят, что вот есть самый первый подход. Как предобучить модель, чтобы потом можно было ее использовать без дообучения. Вот у вас есть огромное количество изображений, которые вообще никак не размечены. Что можно сделать? Ну, можно взять какую-то готовую модель, классическую модель детектора, например, DETR, которая обучена на предопределенный набор классов, на каких-то открытых датасетах, например, и на выходе получить набор каких-то прямоугольников. Допустим, даже это будут прямоугольники, в которых ничего нет, ну, просто неизвестный клан, да, какой-то. То есть каждый такой детектор, он состоит из двух частей на выходе. Это так называемый Regen of Interest, да, или Regen Proposal Network, то есть модель, которая, или нейронная сеть, которая предлагает вам, где могут быть расположены объекты. И отдельный классификатор, который говорит, а что же в каждом таком прямоугольничке находится. Вот, примерно такая идея, то есть вы берете, вообще говоря, обычное, просто изображение, никак не связанное с текстом, просто изображение, да, вы даже не знаете, что там нарисовано, просто куча картинок. Вот, прогоняясь через стандартный детектор, значит, обученный заранее, классическим путем через обучение с учителем, где каждой картинке сопоставлено какое-то наименование, да, то есть у вас получается некоторая модель, но через нее можно гонять теперь любые картинки. Вот, исходя из этих, этого прогона, будут сгенерированы некоторые прямоугольники. Там, может быть, не все будет найдено, да, но какие-то основные элементы. Наиболее популярная категория, по крайней мере, да, получится, можно будет нарезать огромное количество картинок из этих прямоугольников, то есть там из одной картинки нашли 10 объектов, можно будет сделать 10 картинок, расположены какие-то отдельные объекты. То есть то, что модель посчитала, что вот здесь какой-то объект есть. Вот, дальше используются модели визуально-языковые, например, модель клип, которые по каждой такой вырезанному прямоугольничку скажут вам, что на нем нарисовано. Значит, и таким образом вы получите не просто набор прямоугольников, а вы получите еще и текст, который каждому прямоугольнику соответствует. Вот, дальше можно использовать, ну, например, метод дистилляции. Мы с вами рассматривали самое простое из них, например, маскет-имейдж-моделинг, да, процесс, когда можно использовать вот эту вот схему, как некоторый энкодер, который формирует представление, да, трансформирует картинку в сопоставление языка и картинки, да, и можно использовать вот процесс дистилляции, так называемый, по сути, обучить новый энкодер универсальный, да, который будет сразу же выдавать вам ответ, где расположены прямоугольники, и что в каждом прямоугольнике написано. Это такой самый первый очевидный способ, как из обычных картинок с использованием уже существующих моделей детекторов, которые без всяких ZeroShot, без всего, просто умеют определенный набор классов реализовывать. И вот языковых моделей вроде Clip, которые позволяют вам по картинке сказать, что на ней нарисовано. Вот таким образом вы можете получить на выходе и через дистилляцию, да, объединение. По сути, у вас есть такая сложная схема преобразования данных, да, но с помощью дистилляции вы можете эту схему запаковать в некоторую универсальную модель, которая будет уже работать над некоторым открытым множеством. Вот, там есть свои достоинства, есть свои недостоинства. Достоинства – это простота, да, недостатки в том, что, во-первых, детектор у вас ограничен набором классов, которые есть, и, во-вторых, у вас, как правило, они, языковые модели тоже не всегда могут корректно обозначить то, что, то есть, там есть всякие ошибки могут возникать. Соответственно, эта схема является не самой идеальной. Ну и плюс, конечно, хотелось бы работать не только с изображением, но еще какой-то текст, например. Соответственно, второе направление – это следующее развитие, да, это псевдолейблинг, псевдолейблинг, когда у вас есть какие-то картинки с какими-то, ну, зашумленными заголовками, да. Вот самый простой пример – это, например, различные краулеры, которые ползают по интернету, собирают картинки, и через анализ того, куда картинка вставлена, как правило, это какой-то HTML-тег, в котором есть так называемый альт-текст. То есть, когда у вас картинка недоступна, в альт-текст он вместо картинки рисует этот текст. Вот, и есть там энтузиасты, которые закраулили весь интернет, собрали какие-то миллиарды картинок, и к ним каждой картинке сопоставлено некоторый заголовок, да, который показывается, если картинка недоступна. Это используется как датасет огромный, с огромным количеством данных. Вот, и, соответственно, некоторые энтузиасты, они вот строят модели псевдоаннотации, да, то есть, когда берется такой псевдо, то есть, это не прямое указание, что это на картинке нарисовано, а просто некоторый заголовок. То есть, ну, с предположения, что на самом деле, наверное, люди, которые придумывали эти заголовки, наверное, какой-то смысл вносили в него. Вот, то есть, по статистике в основном это тоже некоторая информация полезная. Вот, и дальше используется примерно та же схема, то есть, берется готовый детектор, готовая визуальная модель для того, чтобы попытаться смешать одно с другим, да, и получить на выходе тоже некоторую модель, которая будет на основе сопоставления текста и ограничивающих прямоугольников, да, пытаться выдавать потом эту информацию вместе, да, не как отдельные модели, а как отдельный общий детектор. Ну, и вот третий, вот как раз, DeadClip, который предлагают, они предлагают, по сути, объединить первый и второй подход, то есть, у вас есть различные источники информации, это есть и просто изображение, это есть изображение с вот этими псевдолейбами, плюс у вас есть какие-то модели вроде Segment Anything, которые позволяют вам, например, разметить картинку и огромное количество сегментов получить, а по сегментам потом вычислить прямоугольники. Вот, они предлагают все это унифицировать, то есть перевести все на уровне, как говорят, word level, да, то есть у них определенные там технологии еще работы с вот этими заголовками, псевдолейбами, которые есть, да, выходами вот этих DeadClip визуально-изыковыми моделями, для того, чтобы все свести к некоторому набору отношений, слова и какая-то часть изображения, да, ну, часть на уровне ограничивающих прямоугольников. Вот, они на выходе строят такую огромную матрицу по всем этим датасетам и обучают модель целиком, то есть обучают одновременно и детектор частей изображения, и текстовый энкодер, и вот эту вот матрицу, да, пересчитывают каждый раз. Таким образом они вот по сути объединяют все эти подходы, да, чтобы получить такую универсальную модель, вот, и как бы утверждают, что это вот прям state of the art. Ну, вот такие подходы самые очевидные, да, к тому, как переиспользовать уже существующие, обученные с учителем детекторы, да, и визуально-языковые модели, которые мы рассматривали в предыдущих, в первой части нашей лекции. Вот, как их переиспользовать, чтобы получить модели с большей гранулярностью, да, то есть перейти вот описание изображения как просто текста, который показывает, что здесь изображено, к описанию того, какие есть объекты на этом изображении, и чем является каждый объект. То есть, по сути, фраз-граундинг, да, то есть вы задаете некоторую фразу, и попытка этой фразы разместить ее по изображению, да, либо просто рассказать, что на этом изображении. То есть все, что на этом изображении нарисовано, пожалуйста, опять пиши, что это. Вот это вот задача связанная, которую решает DeadClip. Вот вторая тоже похожая, как похожая, решающая похожую задачу, да, GroundingDino модель, которая немножко другой подход использует. Она уже использует некоторые датасеты, где по фразам, то есть, по сути, фраза сопоставляется с изображением, вот, при этом еще и размечена, где конкретно, какая конкретно фраза, к какой части изображения относится. Значит, здесь используется, ну, такой классический подход к построению модели, состоящий из трех частей. Это скелет, шея и голова. То есть скелет Backbone, она, по сути, формирует набор признаков, то есть она трансформирует изображение в некоторый числовой вектор, вектор чисел, которые описывают такое изображение, по сути, признаки некоторые, да, которые характерны для этого изображения. Затем идет шея, которая эти признаки трансформирует в полезные признаки, причем она трансформирует их через модуляцию от текста, да, текст, сопровождающий, то есть фраза, которую вы хотите, что сделать в системе, да, то есть некоторый запрос ваш, который вы к картинке прикладываете, да, подсказка, запрос, через энкодер она трансформируется тоже в набор чисел, да, и эти числа используются как модуляция при трансформации признаков изображения в некоторый улучшенный набор признаков, который, ну, по сути, вы деактивируете те признаки изображения, которые не относятся к вашей фразе, да, и, наоборот, подсвечиваете те признаки, которые к ней относятся. Например, вы хотите выделить какой-то определенный тип объектов, котиков или лошадок, например, на фотографии. То есть признаки, связанные, например, с собачками или, не знаю, с ведрами, с чем угодно, они будут гаситься за счет такой модуляции. А признаки, связанные с тем объектом, который вы хотите найти, например, с собачек, с котиками, они, наоборот, будут подсвечиваться. То есть это такой способ некоторой активации нужных частей вашего пространства признаков для того, чтобы найти, ну, улучшить результат поиска, да, то есть, по сути, локализовать ту задачу, которую вы хотите, сформулировали в виде текста. Вот. Дальше используется в процессе еще последующего улучшения это противосопоставление, да, то есть когда модель учится находить именно те объекты, которые вам нужны. То есть не просто находить какой-то объект, находящийся слева, например, если его попросили, а находить именно тот объект, там именно котиков находить слева, например, да, то есть учится еще и по каждому концепту, который вы здесь в тексте сформулировали, отфильтровывать не только пространственно, да, где он находится, но еще и где он, ну, что именно, да, то есть на противопоставление, то есть учится находить именно то, что нужно, а не что-нибудь, что находится здесь. Вот. Дальше, например, конкретно запрос, что сделать, да, то есть найти все, найти там какое-то конкретное там с каким-то конкретным цветом и так далее. Например, найти там котика, там, не знаю, серого, например, котика, да, полосатого котика. То есть это, по сути, формулирование некоторого запроса тоже в виде набора чисел, да, то есть через трансформацию. Вот. И, наконец, так называемая голова, которая должна выдать координаты. То есть она трансформирует этот набор абстрактных чисел, которые только... Только нейронная сеть знает, что они означают, чисто статистически вычисленных. Трансформирует в конкретно полезную для нас информацию, да, например, шесть чисел. То есть центр прямоугольника, размеры прямоугольника, плюс что конкретно в этом прямоугольнике нарисовано, там, текст, например, да, и, например, уверенность. То есть с какой вероятностью, да, насколько система уверена, что здесь находится именно то, что она написала. Вот. Потому что в реальности такие части, такие модели, да, они выдают некоторое предопределенное количество результатов. Например, там, две тысячи ограничивающих прямоугольников дают вам. Вот. Но у них у большинства вероятность там ноль. Например, ноль-ноль с чем-то. Соответственно, там, за счет пороговых значений можно отфильтровать эти выходы, да, и там у вас получится переменный набор выходов, но не больше двух тысяч. В зависимости от того, какую картинку вы подсунете. Вот. Поэтому вводят вот такую штуку, как head, да, голова вашей модели. Вот. Есть специальные там уже готовые модели, которые позволяют это делать. Вот. И на выходе вы получаете, по сути, список того, где вот ваша фраза раскладывается на кусочки, да, и, соответственно, каждый кусочек фразы, он ассоциируется с некоторым прямоугольником на изображении, да, и вы получаете, по сути, координаты этих прямоугольников и конкретно какие фразы чему соответствуют. Это называется фраз-граундинг, то есть очень тоже, по сути, zero-shot модель, да, которая вы что-то написали, подали картинку, и модель вам выдала, где конкретно что находится на вашей картинке. То есть такое вот интеллектуальное преобразование информации. Вот. Визуально это выглядит прям следующим образом. То есть у вас есть картинка, да, на которой вы задали вот эту фразу, текст, что, пожалуйста, выдели мне лошадок, облака, траву, небо и холм. Вот. Пропустили через модель, и модель вам выдала. Вот нарисовала. Вот вам красненькие у вас лошадки идут, да, то есть координаты прямоугольников вам выдала, и что конкретно в нем нарисовано. Там оранжевым у вас холм нарисован, да, там зеленым трава, желтым нарисованы облака. То есть модель, по сути, без специального обучения, просто по тексту, где вы сказали, что вам нужно, смогла вам найти то, что вам нужно. Вот. Ну, там отдельные активисты еще идут дальше. Они вот используют эти прямоугольники, засовывают на вход модели segment anything, которую мы до этого с вами рассматривали, да, и кроме прямоугольников вам еще и выделяется маска, да. Каждой лошадке описывается ее контур. Ну, по сути, вы можете лошадку теперь взять и вырезать из картинки, как отдельную сделать. Вот. То есть вот такой вот переход, да, то есть уже не просто вы подсунули картинку, она вам сказала, что на ней нарисовано, либо просто сказала, что здесь нарисованы лошадки. Класс лошадки там ноль выдает или один. Вот. А вы просто взяли картинку, написали текст, и вам модель сама разметила, где что находится. Вот. Ну, выглядит классно, да, но, конечно, пока еще не такие большие датасеты для обучения таких моделей, поэтому не всегда они справляются с поставленной задачей. Вот мы частично в прошлый раз смотрели, да, что какие-то объекты выделяют, какие-то нет. Вот. Если у вас объект такой более-менее стабильный по форме, да, то есть, например, какую-нибудь бутылку вы пытаетесь распознать металлическую, да, которая не меняет своей формы, то, наверное, будет все хорошо. Если, как в прошлый раз мы смотрели, это какая-то пластиковая бутылка, которая может быть помята, смята, то есть форму свою поменять, то уже гораздо хуже распознает. Вот. То есть, есть какие-то очевидные признаки, которые она может понять, да, ну, исходя из тех изображений, которые ей загружались на этапе обучения там авторами этих моделей. Вот. Но для таких объектов общего характера в целом модель выдает какой-то осмысленный результат, и это довольно интересно, потому что уже не такой, как бы этот результат не такой тривиальный, да, то есть ее заранее не обучали распознать только лошадок там или только холмы там или только облака. То есть она умеет понимать уже контекст, который вы ей передали. То есть, по сути, вы с ней начинаете уже общаться, да, вы говорите, вот, найди мне вот это, и она вам это находит. Что-то может пропустить, что-то там не доделать, то есть где-то схалтурить, но в целом уже начинается какой-то диалог с вашей моделью. Вот. Поэтому такой первый, первый, наверное, самый такие очевидные подходы, да, связанные с тем, как вот перейти от фиксированного набора классов, который умеет распознавать вашу модель, к таким обобщенным моделям, моделям общего назначения, которые просто, вот, с которыми вы можете уже вести некоторый диалог. Вот. Айди мне, пожалуйста, это. Вот. Пожалуйста. Вот. Нашла вон. Вот. Следующее, ну, есть уже там всякие усложнения, например, то есть модель OpenSeat, которая тоже ставит задачу себе работу на открытом, с открытым словарем. Вот. Но дополнительно, например, они задумываются на тему, вот, задачи, например, сегментации, да, то есть выделения объектов на изображение в виде некоторой маски, что, наверное, здесь не просто нужно объекты находить, да, как там в предыдущих задачах, а, наверное, хотим мы еще и, например, отделять объекты от фона. То есть при сегментации огромная часть задачи, да, это выделение фона отдельно. Вот. И здесь у них целая тоже придумка. Это отдельная небольшая модель, которая умеет по заданному тексту, то есть вы задали какой-то текст, она умеет разделять его на фон, на первый план и на какие-то условия. То есть, например, вы хотите найти, там, не знаю, серфера в красной шапке, там, или серфера, там, в красных плавках. То есть у вас есть какие-то еще условные условия какие-то, да, которые вы задаете для модели, чтобы она находила что-то определенное. Вот, соответственно, они используют специальную модель, которая позволяет вам трансформировать, ну, разделить текст на отдельные части, да, текст делит на части, отдельно части, описывающие пэкграунд, отдельно части, описывающие, то есть отдельные части для фона, отдельные части для первого плана, да, то есть то, что конкретно анализируется, и отдельные части для условий. Вот. И еще другую проблему они решают. Это проблема доступности данных, то есть известно, ну, как бы самое простое, да, это найти картинки с какими-то заголовками, гораздо сложнее найти картинки, где уже выделены объекты с подписью, всеми, да, что там есть. Но можно придумать какой-то инструмент, как их выделять, да, и гораздо сложнее найти объекты, ну, вернее, датасеты, где у вас уже прям вот размечено, где там люди здесь, где там доска, например, да, то есть некоторое маскирование еще дополнительно. Вот. Ну, и они, соответственно, там придумывают, как им эти данные собирать, то есть это отдельное вот как раз преимущество этого, ну, как преимущество, некоторый такой научный результат, да, в том, как они собрали данные для обучения этой модели. То есть у них есть отдельные датасеты на первый план, отдельное описание фоновых каких-то задач, да, отдельно, как они получают такую сложную информацию, связанную с масками. Вот. Но в целом, как бы, подход схож с предыдущими, да, то есть текст кодируется, картинки тоже кодируются через специальные энкодеры. То есть вот этот вот паттерн с энкодерами, он почти везде используется для того, чтобы потом сопоставлять между собой текст и изображение. Вот здесь дополнительно еще текст раскладывается на отдельные запросы, да, то есть отдельные запросы на фон отдельно, на первый план отдельно, на какие-то условия. Это, наверное, особенность именно конкретной этой модели. Значит, это, ну и в конечном итоге, да, все это приводится к тому, что вот у нас есть различные модальности, да, у нас есть различные, ну, тут отдельно выделяется зачем-то еще время, хотя время тоже может быть отдельно модально, но тем не менее, да, у вас есть время, у вас есть пространство, у вас есть разные модальности. Вот, и, соответственно, для каждого в этом трехмерном пространстве, такого псевдо-трехмерном, да, есть разные задачи, да, то есть модальность – это какие-то тексты, это, там, глубина, там, температура, то есть разные типы информации, да, визуальная какая-то информация, вот, есть пространственная, да, то есть можно просто говорить, что находится на изображении, да, можно, например, говорить, какую-то картинку, как здесь человека взяли, вырезали, да, вот эта информация о том, как вырезать, это пространство, где человек находится, прям попиксельно. Вот, ну, и, наконец, время, да, то есть есть видео, например, да, то есть поиск каких-то событий на изображении, да, либо, если мы говорим о мультимодальности, то это просто понимание того, что, ну, какие-то, например, найди мне такое-то, такое-то событие на изображении, ой, на видеофайле, да, то есть процессинг уже видеофайлов, там, не знаю, следить за вами, например, да, чего там, как вы там, кого дискредитируете, то есть специальные алгоритмы, которые анализируют видео, которые вы выкладываете в интернете, да, и анализируют, что вы там делаете, да, находят какие-то там стоп-слова, которые вы там произносите. Вот, либо, например, трекинг объектов, то есть когда у вас не просто вы говорите, где объект находится, но еще и во времени показываете, как он двигается. Это вот то, что как раз к специалистам по УТС больше относится, да, например, когда у вас видеокамера является датчиком, который описывает движение, например, объекта. Какой-нибудь беспилотник там летит, да, и нужно, например, определять его скорость по тому, как он пролетает мимо разных объектов, да, то есть вычислять скорость через то, как объекты проходят перед камерой. Вот, либо просто, например, если у вас стационарная камера, как двигаются какие-то объекты, да, и, например, можно управлять этими объектами, исходя из той информации, которую вы получаете через видеокамеру. Вот, то есть так или иначе, есть разные измерения. По каждому измерению свой тип задач, да, то есть комбинация этих измерений составляет некоторую матрицу задач, да, и, соответственно, каждой задачи свои какие-то особенности. Вот, но в целом они все строятся из вот таких общих соображений, которые мы как раз и рассматриваем в нашей лекции. Вот, и основная проблема как раз вот с этими разными модальностями, разным пространственным временной информацией, да, что чем больше у вас таких вот сущностей напихано, да, например, там, Object Tracking или Video Reasoning, тем меньше у вас доступных датасетов, то есть исходных данных для того, чтобы получать модель. Все вот современные модели, связанные с нейросетями, их основная боль, основная проблема – это данные. То есть если у вас есть хорошие данные, то есть хороший набор датасетов, то вы можете обучить модель, используя какие-то градиентные алгоритмы и достаточное количество, достаточное количество вычислительных мощностей. Вот, как мы помним, да, все эти модели, и вот, кто, УТС, да, группу УТС, они уже посмотрели, да, попробовали с GPU, с TPU поработать. То есть дома не у всех есть, может быть, у кого-то там есть какие-то игровые GPU, да, но вот такие промышленные GPU, которые стоят там, могут там и 100 тысяч рублей стоить, и миллион рублей стоить, конечно, ни у кого дома такого нет. Вот, поэтому, ну, тем не менее, да, если вы там коммерческая компания, то, скорее всего, у вас это есть, вот, а вот данных, с данными всегда проблема. То есть найти хорошие, непротиворечивые данные, особенно если вы хотите не просто классификацией заниматься, это еще более-менее можно найти. Например, хотите заниматься поиском некоторых событий в видео, каких-то специфических для вас, ну, вот вероятность найти нужный датасет, скорее всего, равна нулю. То есть вам либо придется самим собирать такие датасеты, потом на них обучаться, либо использовать подход, который пропагандируется в данной статье, то есть брать какие-то фундаментальные модели, которые уже умеют решать задачи, вот, и на основе них пытаться строить вашу интеллектуальную систему. Вот, то есть самые большие, самые большие доступности – это какие-то картинки с некоторым сопровождающим текстом, да, менее доступные, наименее доступные данные, да, это данные, где у вас попиксельно что-то размечено. Вот, не говоря уже о том, чтобы еще время, например, здесь появилось какая-то, или какая-то другая модальность, не связанная с изображением. Вот, то есть проблема данных, она на самом деле очень-очень серьезная в любой системе, которую вы, например, будете когда-нибудь разрабатывать. Вот, соответственно, ну, это то, что касалось Open Vocabulary, да, то есть модели с открытым словарем, когда вы обучаете модель не под конкретную задачу, да, а берете модель общего назначения, которая может работать с произвольным словарем и пытаетесь ее использовать в своих задачах. Вот. Следующее, что еще, ну, второе, да, скажем так, вторая проблематика – это проблематика разнородных входов-выходов, то есть у вас есть разные модальности, и универсальная модель, она должна уметь работать с разными модальностями. Соответственно, разные подходы к тому, как с такими, такие разные модальности комбинировать. Вот. И здесь вот предлагается два основных направления. Первое из них – это унифицирование входов, то есть вы сводите любые модальности, любые типы входов, там, картинки, текст, там, не знаете, временные ряды, все сводите к некоторым универсальным последовательностям, то есть, например, раскладываете изображение либо через декодер в специальный набор абстрактных величин, да, то есть абстрактных чисел, по сути, у вас получается некоторая последовательность, да, либо, например, просто раскладываете, там, разбиваете на патчи, как mask image modeling, да, там, изображение резалось просто на кусочки на патчи, да, и эти патчи последовательно складывались в некоторый, некоторый одномерный вектор. Вот. И на выходе у вас есть декодеры, которые умеют из такого абстрактного представления выдать нужный вам результат. То есть схема encoder-decoder, она достаточно распространенная. Вот. И уже построение самой модели на уровне некоторого универсального такого вектора чисел, в котором уже замешаны сразу и тексты, и изображения, и все остальное, все, что нужно, любые модальности, которые вам нужны. Вот. Альтернативный подход предполагает, что у вас все-таки есть разнородные входы, да, и эти разнородные входы каким-то причудливым образом комбинируются через роутеры. То есть, по сути, у вас на каждую комбинацию есть какой-то определенный рецепт, который вам говорит, а что же нужно на выход выдать. Вот. То есть, ну, такой альтернативный подход, при котором у вас не пытается, нет попытки все смешать в одно. У вас все-таки разные модальности идут разными путями, да, но при этом они могут друг на друга взаимодействовать, там, через модуляцию. Вот. А на выходе есть роутеры, которые понимают, что вот подав вот такое, 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 надо выдать вот это, например. Вот это другой подход к унификации модели, да, то есть создание мультимодальных моделей. Это через функциональную унификацию. Описание того, какие вообще функции есть, да, и как они между собой могут быть взаимосвязаны. Ну, и вот первый, самый простой способ, да, это способ с унификацией входов, ну, взять и всю информацию представить в виде текста, специально структурированного текста. Вот там один из примеров – это модели, связанные, ну, называется UnitApp. То есть у вас есть на входе разные энкодеры, которые трансформируют как текст, так и изображение в некоторый набор чисел. В некотором таком абстрактном пространстве признаков. И потом эти признаки, они формируют общий вектор признаков, подаются на декодер, и декодеры точно так же в универсальном формате, вот они используют, в UnitApp используют текст в качестве универсального формата представления информации. Вам выдается не только текстовая информация, да, что изображено на картинке, но и также какая-то геометрическая информация, то есть пространственная информация. Да, вот в данном случае они оперируют, вводят специальный тег Object, да, то есть по сути модель генерирует текст на выходе по картинке и тексту. Текст описывает некоторый запрос, который вы хотите получить, да, разного типа. Он трансформирует эту информацию в другой текст, в котором одновременно уже присутствует пространственная информация. То есть они размечают картинку на некоторый набор полосок и колонок, да, и говорят, что вот белая тарелка находится в 78-й колонке, от 78-й колонки до 186-й колонки, да, а от 184-й строчки до... То есть по сути они описывают здесь прямоугольник в некотором таком абстрактном представлении. То есть там есть, например, 200 у них всего строк и там, не знаю, 100 колонок или 200 колонок. Вот, и изображение любого размера, оно трансформируется в такой набор, такое некоторое универсальное представление, да. И дальше в терминах этого универсального представления, вне зависимости от разрешения, да, у вас выдается такое некоторое обозначение, где же конкретно находится. Вот, этот текст можно всегда пропарсить, да, и нарисовать конкретно прямоугольник на конкретной картинке. Вот плюс, например, разместить эти изображения, ну, то есть объекты, да, объекты, координаты, объекты, координаты, объекты, координаты. То есть этот текст, он, по сути, несет всю необходимую информацию, чтобы вам разместить ваш запрос, ответ на ваш запрос визуализировать на картинке. То есть это вот такой самый, вроде, простой, но в то же время универсальный способ. То есть описать результат в виде текста, унифицировать. Вот, и такая модель может работать совершенно разными модальностями. Тут только тексты и изображения, да, но точно так же на вход можно подавать, например, а что находится вот в таком-то прямоугольнике, например, да, и оно вам тоже может начать понимать. Вот такой способ унификации входов через унификацию на уровне текста. То есть визуальные объекты заменяются на некоторые теги специальные, да, то есть структурированный текст, по сути, генерируется. Вот. Другой вариант тоже примерно аналогичный, да, но здесь, например, используется на входе уже теги. То есть, например, название задачи тоже идет как входящий текст, да, и в выходе тоже используют некоторые структурирования. Вот. И здесь как бы больше… Здесь только с прямоугольниками они работали, да, здесь уже могут работать, например, с некоторыми полигонами, да, то есть они описывают сегментацию, то есть выделение объекта, как некоторый полигон. То есть не как набор пикселей, а как полигон. Само собой, что полигон тоже можно трансформировать в набор пикселей легко. Соответственно, модель умеет выдавать тоже в определенном формате текст, который, по сути, представляет из себя набор векторных объектов. Это другой пример модели. То есть она может выделять не только квадратики, как вот UnitUp, а она может, например, выделять полигоны, то есть выделять объект, прям его контур. Она может строить ключевые точки, например, скелетик человека нарисовать, где у него плечи, где у него ноги, где у него руки, где голова. И может просто описывать изображение одновременно. То есть модель умеет решать мультимодальные задачи, разнообразные задачи. То есть не какую-то конкретную, например, фразграунинг или сегментацию, а сразу все. Она может и просто описать, что на картинке находится, в зависимости от того, что вы ей на вход подали. Может выдать какой-то скелетик у человека, где он находится, где у него ноги, где руки. Там контур объекта обвести, либо просто показать прямоугольники. То есть вот такая унификация, позволяющая решать разнообразные задачи. А не только конкретные задачи детекции, сегментации. То есть своего рода унификация входов. Значит, это такие самые очевидные, когда мультимодальная информация и задачи кодируются в виде текста. Значит, развитие такого подхода – это использование уже больших, сложных языковых моделей, наподобие там чат-жи-пяти и так далее, да, которые позволяют вам строить очень сложные запросы. То есть не просто там предопределенный набор задач, а просто у вас есть какой-то набор терминов, детекция, сегментация, какие-то отношения между ними, да. И, соответственно, модель также трансформирует картинку в некоторый набор токенов, то есть признаков, да, некоторых чисел. Затем специальный энкодер комбинирует их с входящим запросом, что нужно сделать. А затем, например, выход, пусть это будет вот такой же выход, да, структурированный, прогоняется через большую языковую модель с дополнительной инструкцией, что нужно сделать с выходом. Вот, например, тут написано, да, что на этапе трансформации изображения, пожалуйста, просто опиши, что есть в деталях, да, то есть, ну, например, на таком уровне. Вот, есть такие-то объекты, они запишены там-то, там-то. Вот, а для языковой модели, пожалуйста, для каждого объекта, да, проверь, соответствует оно классу или нет. И если соответствует, то выдай, пожалуйста, мне, то есть, координаты некоторого полигона, где они находятся. С 16 точками, да, то есть, по сути, позволяет такое вот добавление, ну, называется open-antitask, то есть, у вас есть универсальная модель, которая позволяет решать конкретные задачи, например, описывать изображение в деталях, там, находить изображение, находить некоторые объекты на изображении, да, описывать, где они находятся. А здесь дополняется еще большой языковой моделью, которая позволяет решать открытые задачи, да, то есть, вы уже, она обучена не просто какие-то конкретные задачи решать, да, как вот этот энкодер, а она позволяет решать произвольные задачи с языком. То есть, если у вас что-то описано в виде текста, вы можете использовать большую языковую модель, чтобы решать задачи просто исходя из некоторых, того, как текст может, да, то есть, в большой языковой модели уже заложена модель языка, то есть, она умеет делать выводы, умеет, грубо говоря, жонглировать, да, текстом. И вы можете описывать ей задачу вот уже в таком человекочитаемом тексте, то есть, как некоторый универсальный интерфейс, что сделать с результатами. Это такой, своего рода, постпроцессинг по обработке результатов моделей, работающих с текстом, да, с изображениями, как с текстом. Вот это одно из преимуществ как раз вот таких вот моделей, где унификация входов-выходов происходит через текст, ну, через сведение всего к тексту. Это классно, да, но не все можно представить в виде текста. То есть, там, не всегда там сегментацию или что-то, то есть, контур может быть настолько сложный, да, что у вас текст будет просто огромнейшим для того, чтобы его описывать. Кроме того, да, изображения могут быть разного разрешения, да, и всегда сводить их к некоторому одному абстрактному разрешению тоже не всегда возможно, да, то есть, хочется большей точности. Вот поэтому развиваются подходы, связанные с тем, как, например, изображения, ну, вот разные модальности, если говорить об изображении как некоторой модальности, да, дополнительной, то есть, это может быть не только картинка, да, Это может быть, например, время, временной ряд какой-то, да, и его предыстория, да, тоже может в виде некоторого двухмерного массива описываться, который, ну, может быть, эквивалентной некоторой картинке, такой некоторой специфической картинке, да, но там тоже какие-то паттерны могут искаться. Вот, соответственно, как такую информацию кодировать пространственно, да, то есть есть вот тоже отдельное направление, не связанное с текстом, о том, как, собственно, кодировать изображение, да, для того, чтобы на основе этого кодирования принимать нужные решения. Используется, опять-таки, схема Encoder-Decoder, то есть есть большая сверточная сеть, которая умеет трансформировать изображение в набор признаков. Причем за счет того, что это свертка, да, она, по сути, акцентирует внимание на каких-то локальных частях изображения. Вот, и на выходе получается набор чисел в пространстве, ну, называется это латентное пространство, да, или пространство имбиннингов. То есть набор чисел, вектор, который характеризует то, что изображено. За счет того, что используется сверточная модель, на самом деле этот вектор, он не одномерный, он на самом деле многомерный, да, то есть он позволяет вам описывать некоторую еще пространственную информацию. Вот, и благодаря этому вводится такой вот трюк, что формируется на этапе обучения модели и некоторый набор опорных векторов, да, опорных признаков в этом пространстве имбиндингов. То есть у вас есть пространство, если эта картинка, то это x, y, да, координаты. И в каждой точке у вас есть еще некоторый вектор признаков. То есть что конкретно вот в этой точке. Ну, здесь, конечно, точки не пиксели, да, а точки – это некоторые участки патча на изображение. И вот, соответственно, что используют для модели? Для моделирования используются некоторые так называемые кодбук или как бы книга рецептов, да, то есть все-все-все возможные изображения, они разбиты на некоторый дискретный набор возможных вариантов этих маленьких кусочков, да, там, например, нос, там это отдельный кусочек, да, есть однотипные какие-то носы там собачьи, да, которые представлены каким-то одним набором чисел. Вот там в пространстве этих признаков, да, вот тут иллюстрация есть, что у вас есть вот ваше изображение, ваш кусочек изображения, который вы с помощью свертки поместили в какую-то ячейку, там, например, нос, например, отдельный, да, он у вас представлен некоторой точкой в этом пространстве признаков. А есть опорный вектор, да, вот это из этого кодбука, который наиболее близок к тому носу, который вы выбрали, да. И модель, она, на самом деле, выкидывает информацию по вот этой части и говорит, что вот у тебя, у тебя вот это. То есть ты хочешь вот здесь поместить собачий нос. Вот собачий нос, это вот это. Вот, и это позволяет вам, соответственно, кодировать изображение не в виде каждый раз уникального набора признаков, а в виде, там, не знаю, идентификатора вот этих вот векторов, да, стандартных. В итоге у вас там все собачьи носы, например, они сводятся всего к одному изображению носа собачьего, да, ну, примерно одинаковые, там, или там все кошачьи носы сводятся, там, к одному изображению кошачьего носа, там, похожего, там, логотип Тесла, например. Вот, то есть, так или иначе, вот этот опорный вектор, да, он используется дальше в декодере, который из набора, вот, грубо говоря, вы расставили там в пространстве вот эти вот опорные вектора, из них он умеет формировать уже обратно, декодировать изображение. Вот такая простая схема, которая позволяет, на самом деле, очень серьезно сократить объем информации. То есть одна из проблем кодирования как раз изображений в том, что информация, в ней слишком много, короче говоря, информации. Причем много информации, многая часть этой информации, она, там, для решения конкретной задачи может быть бесполезна, да, то есть вам важно просто знать, что это собачий нос, а не то, что у него там какие-то какие-то вкрапления есть в этом носу. Вот, либо наоборот, вам нужно знать, например, не то, что это собачий нос, да, а какая текстура у этого собачьего носа. То есть, так или иначе, есть вопрос, да, в том, как, например, какую информацию считать важной для вас. Вот, и один из способов кодирования важной информации, да, это использование вот такого некоторого предопределенного дискретного набора признаков, массивов признаков, да, которые вы можете размещать в пространстве. И таким образом описывать, что изображено на вашу... То есть, это способ, на самом деле, моделирования изображения в виде некоторого компактного представления. Вот, конкретно вот это вот VQ, VA, да, визуально квантированные, визуальные автоэнкодеры. То есть, энкодер-декодер, да, и квантование в пространстве по вот набору предопределенных признаков. Это, на самом деле, такая теоретическая работа, которая просто говорила о том, как закодировать изображение. И дальше они приводили набор экспериментов, как это можно использовать. Ну, это можно использовать для генерации, то есть вы, по сути, при генерации вот эту часть выкидываете, да, и просто размещаете вот эти признаки, раскидываете их там по идентификаторам в разные клеточки вашего изображения, да, и на выходе получаете какие-то картинки. Вот. Можно просто зашумлять, например, дополнительно, да, то есть, чтобы у вас каждый раз была новая картинка, можно, например, от вектора немножко возмущать в каждой точке вашего пространства, да. Вы будете получить немножко разные, например, носы, там немножко разные уши, ну, ваши, ваши собаки. То есть генерация изображений. Вот. Например, one-shot learning, да, то есть там дается несколько изображений, пожалуйста, продолжи тенденцию. То есть там используются модели регрессионные, то есть это, по сути, они пытаются вычислить, как меняются вот эти вот вектора во времени, да, от снимка к снимку, и пытаются там какую-то тенденцию найти через регрессию. То есть, по сути, построив модель изменения, как там группа по УТС, мы там в адаптивном управлении рассматривали с вами bundle predictive control, ну, примерно таким же образом, то есть по предыстории, понять, а что будет следующее, угадать, что будет дальше. Вот. То есть разные эксперименты проводились, но в целом такая была теоретическая работа. Вот. А дальше там на ее основе другие люди начали придумывать, а что же можно еще сделать с помощью такого вот подхода кодирования изображений. Да, вот одна из них – это Wikigun, то есть визуально квантированные генеративно-состязательные модели, которые используются, например, для генерации изображений. Вот. Ну, в чем дополнение по сравнению с тем, что было, да, также есть encoder-decoder, есть вот это вот квантированное представление вашего изображения, есть некоторая книга рецептов того, что помещать в каждую клеточку. Что они предложили? Они предложили использовать дополнительную нейросетевую модель, называемый трансформер, который хорошо умеет работать с последовательностями. И задача этого трансформера в том, чтобы правильным образом, с использованием некоторых подсказок пользователя, например, просить что-то сгенерировать, да, этот трансформер позволяет вам собрать вот эту вот табличку, которая здесь, да, исходя из подсказок пользователя. То есть пользователь что-то попросил, и система начинает последовательно добавлять сюда какие-то идентификаторы из вот этого множества доступных векторов для того, чтобы сгенерировать изображение. Значит, модельно тренирована генерировать реалистичное изображение, и эта тренировка как раз делается на базе вот этого генеративно-состязательного подхода, да, когда у вас есть две сети, энкодер, да, декодер и дискриминатор. То есть декодер, он из вот этого вот представления, которое сформировано трансформером, рисует картинку, а дискриминатор учится отвечать на вопрос, а вот эта часть, она реальная или это сгенерировано? То есть ей подсовываются как реальные изображения, так и изображения, сгенерированные вот этой моделью. И она пытается понять вот этот кусочек, например, изображения, он настоящий, да, или, ну, то есть из настоящей фотографии, или он на самом деле сгенерирован этой моделью. Соответственно, она учится находить по примерам сгенерированного и настоящего, находить, отличать настоящее от сгенерированного, да, а модель генерации учится, наоборот, обманывать. То есть ее задача, чтобы дискриминатор сказал, что это настоящая картинка, даже не картинка, как в классических ганах, а именно кусочек, этот фрагмент, который сделан из кодбука, что он на самом деле настоящий. Это позволяет радикально повысить качество, разрешение изображения, детализированность. То есть если там посмотреть, какие картинки, например, генерируют, то есть можно генерировать картинки в высоком разрешении с довольно большой детализацией. То есть вполне себе реалистичные картинки. Но, правда, если тут приглядеться, то где-то какие-то искажения начинаются небольшие. То есть модель, конечно, не идеальная, но, тем не менее, если сразу не сказать, что это сгенерировано искусственное изображение, то есть сходу и не поймешь, что это так. Причем изображение генерируется, исходя из подсказок пользователя. То есть, по сути, задача, как мы с вами рассматривали в прошлый раз, задачу stable diffusion. Попробуйте вот stable diffusion такую модель построить. Скорее всего, у вас какая-то ерунда получится. Ну, конечно же, видно, что тут это сгенерировано, что какие-то искажения начинаются непонятные. Но, тем не менее, очень высокая детализация. То есть, если приближать, то прямо и деревья, листики, все прорисовано. То есть, вот такая модель состязательная, она позволяет вам очень и очень детально контролировать процесс генерации. Обучать модель строить очень-очень реалистичные картинки в высоком разрешении. Вот это вот такой вот подход к, скажем так, практической использованию модели, да, описывающей изображение в виде набора квантованных векторов. То, что как раз одно из направлений, да, кодирования. Вот, и, соответственно, тоже это альтернативный способ универсального описания вот таких мультимодальных входов. Что еще интересного, да? Вот другой подход к описанию тоже. Не текст и не моделирование изображений, но на базе вот этого подхода, да. То есть, дальнейшее развитие этого подхода с кодированием изображений в виде некоторого дискретного набора представлений, да. Это когда под каждую задачу, например, у вас есть задача, там, не знаю, сегментации, да, там, классификации, фраз-граундинг, да, то есть размещение текста. Вы берете вот эту пару энкодер-декодер для того, чтобы получить некоторый кирпичик вашей модели, да. То есть, обучается модель решать, вот модель, которая здесь, она обучается решать какую-то конкретную задачу на некотором датасете. Отдельно обучается модель под каждую задачу. Дальше вырезается, значит, энкодер из каждой задачи. И результат этого энкодера, то есть вот эти дискретные представления, они склеиваются между разными задачами в один огромный входной вход универсальной модели, да, которая работает просто с набором чисел. Ну, по сути, у вас есть некоторая последовательность на входе, и вы эту последовательность через, опять-таки, энкодер-декодер трансформируете в другую последовательность. В зависимости от того, какая подсказка была дана, да, что конкретно сделать. Вот. И выход также через декодеры, которые здесь находятся, трансформируется в ответ. То есть вы на вход подали котика и спросили, пожалуйста, отсегментируй мне его. Первая задача, да. И модель понимает, что вот выход будет вот сюда, да. Вот, пожалуйста, вот он, отсегментированный котик. Там второе. Какой цвет, например, у кота, да, тоже. Закодировали, пропустили через модель вместе с картинкой, получили ответ нужный, да, коричневый. Вот. Соответственно, тут какие? Карта глубин, тут плохо видно, да, тут карта глубин, что ближе, что дальше. И, например, детекция, где находится. То есть способ через комбинирование разных энкодеров-декодеров вы получаете такую универсальную модель, которая умеет решать разные задачи. То есть что спросили, то и получили. Вот. Но вы должны заранее знать, да, где забрать результат. Если вы спросили вот это, забирайте здесь. Можете одновременно подать, можете по отдельности подать, да. То есть есть определенный формат комбинирования выходов разных энкодеров в универсальную вектор, который затем через универсальную модель пропускается через декодеры, да, специализированные под каждую задачу. И на выходе получаются нужный вам ответ. Вот такой способ унификации. То есть построение моделей, мультимодальной, решающей, разнообразной задачи. То есть некоторые универсальные модели. Вот. Есть еще другое направление, да, когда берутся не отдельные энкодеры, декодеры, да, просто строится одна огромная сложная модель. Вот в данном случае UberNet. Она строится на основе сверточных моделей, где все со всеми соединены, да, но при обучении как бы активируются, деактивируются разные части для того, чтобы решать разные задачи. То есть подавая какой-то вход, да, с разных выходов можно получать разные результаты. Вот. Преимущество такой модели в том, что, например, вот в других исследованиях этой модели, да, там таксонами называется исследование, анализировалось, как вообще разные задачи располагаются, вот, размещаются в этой огромной модели. Если представить, что каждая модель сверточная – это огромный массив весовых коэффициентов, то, соответственно, можно вот такое многомерное пространство пытаться как-то редуцировать, да, до двухмерного, попытаться понять, а какие задачи, какие части этой модели активируют. Вот. И показано, что на самом деле все эти задачи между собой взаимосвязаны. То есть, например, если вы обучили модель распознавать некоторые трехмерные грани на вашем изображении, то для, например, решения задачи определения дистанции вам нужно произвести небольшое дообучение этой модели, да, по сравнению с тем, чтобы обучать ее с нуля. То есть, есть некоторый, как бы, синергетический эффект между разными типами задач, которые решаются. Вот. Соответственно, тоже такой интересный результат, да, что если все замешать в одну модель, то обучение, например, какой-то одной подзадачи позволяет вам легче обучаться другим задачам. Вот. То есть, некоторый синергетический эффект это одно из преимуществ использования таких единых моделей по сравнению с моделями, которые используют для каждой задачи какую-то свою подмодель. Вот. То есть, такие направления тоже есть. Исследования связаны с тем, как унифицировать все задачи, да, в одной единой модели. Вот. Другое направление связано уже с роутингом, да, когда у вас, да, есть универсальная модель, но есть разные, самые разнообразные входы, да, и эти входы кодируются различными энкодерами. И решение разных задач вы выполняете за счет того, что активируете, дегативируете разные либо входы, либо выходы, да, то есть, например, общая сегментация, выключает входы, связанные с запросами, что конкретно сегментировать, да, сегментирование чего-то конкретного, например, поиск совы здесь фотографии, активирует абсолютно все входы, абсолютно все выходы, то есть, и какие-то имбиддинги, связанные с изображением, какие-то там баудинг-боксы, там что-то еще, да, с текстом все это объединяется, и на выходе тоже и маски запрашиваются, да, и какая-то семантическая информация, то есть, что конкретно в этой маске нарисовано. Вот, то же самое там, например, если вам просто интересует, что находится на изображении, да, то вы, например, берете только семантический выход, то есть, только текстовый выход, деактивируете выход на уровне пикселей, деактивируете вход на уровне того, а что же вы хотите получить. Вот, то есть, так или иначе, активируя, деактивируя различные входы-выходы, да, вы можете решать разные задачи. Это подход, связанный с роутингом, то есть, модель может делать все, да, но за счет роутинга такого умного выбора, да, то есть, когда вы знаете, что, какой за счет хотите решить, там, не знаю, тыкнули мышкой на интерфейсе, что вы хотите сделать, вам автоматически активируются, деактивируются те или иные части модели. Вот. Это то, что касалось выходов, да, унификации выходов. То есть, мы рассмотрели переход к открытым множествам при работе с моделями, рассмотрели унифицированные выходы, да, для разных задач, какие есть способы. Вот. И теперь следующая, еще третья часть, да, для унифицированных моделей, это как перейти от моделей, которые решают статическую задачу, да, например, поиск прямоугольников, к задаче, которой вы можете давать некоторые подсказки. То есть, пожалуйста, найди мне объект, который находится, вернее, выдели мне объект, который находится вот здесь. Вот. Здесь самая такая простая, ну, как простая модель, такая наиболее известная, да, и наиболее простая по структуре, это модель Sigmint Anything, где вы могли, ну, мы уже смотрели это, да, вы могли подавать некоторые подсказки модели. То есть, например, щелкать точками, точки отмечать на изображении, да, либо обладать прямоугольниками, либо какой-то текст подсовывать, и модель умела правильным образом выделять нужный объект, который вы через подсказку ей обозначили. То есть, если раньше, например, для разметки вам нужно было прямо вот полигоном ввести этот, 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 вот этот вот ножницы, да, сейчас вы можете просто так, ну, тыкнуть мышкой, да, и он вам сам все выделит. То есть, промпт или подсказка, да, которую вы подаете модель. Ну, мы с вами уже рассматривали эту модель на предыдущих лекциях. Значит, она тоже использует энкодер-декодер. Энкодер для того, чтобы получить некоторое векторное представление о картинке, да, image embedding, набор embeddingов или набор чисел, описывающих это изображение, возможность некоторой пространственной информации. Дальше эта информация пропускается через специальный декодер, да, и в этот декодер модулируются подсказки, то есть промпты, которые тоже кодируются. Есть разные кодировщики, то есть точки bounding box и текста, они кодируются как некоторая последовательность, да, а какие-то дополнительные модальности, как маски, они кодируются через свертку. Вот. И там особенность этой модели в том, что был собран огромный датасет, да, там, на миллиарды масок, с помощью которого эта модель обучалась. Вот. Ну, мы с вами в прошлый раз уже смотрели эту модель, да, то есть можно взять там, не знаю, любую картинку, да, и выбрать разные модальности, промпты с разными модальностями. Например, просто щелкать, да, вот мы щелкнули, да, и нам модель смогла найти правильно контур объекта. Можем добавить, например, еще, да, дополнительный промпт еще добавить, то есть первая точка, вторая точка, да, вот, пожалуйста, уже выделил гораздо больше. Там, третий, например, хотим еще расположенный металл получить, хотим еще вот дальнюю, да, сам кран, например, получить. Вот. То есть мы нащелкали вот таких подсказок модели, да, и там, например, хотим просто это вырезать, да, вот мы получили, пожалуйста, отдельный фрагмент, мы можем теперь этот полигон вырезать, да, использовать где-то где нам нужно. вот можем например взять прямоугольник там не знаю хотим например вот ведро выделить пожалуйста да вот вы ли вырезали ведро да то есть опять-таки подсказка которая позволяет вам что-то что-то описывать на вот есть как положительный так и отрицательный пример да то есть можно например выбрать котел но без металла ой ну вернее сейчас сбросить надо то есть мы выбираем например весь котел целиком но у него вырезаем все что касается распаленного металла вот либо например вот еще например у него хотим убрать да и ответственно у нас получается котел без какой-то части ну опять же здесь можно дорабатывать до сюда еще щелкнуть чтобы он обязательно вот этот крюк тоже захватил в общем модель segment anything да как такой самый простой пример модели с подсказками да где вы можете с помощью подсказок говорить ну как по сути вести диалог системой а что же собственно вы хотите на выходе получить вот есть развитие этих моделей да когда подсказки становятся более сложными то есть это могут быть и не только прямоугольники или точки это могут быть какие-то черточки там вы просто закрасили вот и вот все что там закрашено пожалуйста найди мне объект с таким с такой характеристикой да это могут быть какие-то звуковые то есть можете там голос подать например при найди мне по сути голосом управлять да например вот либо например как это у них композиция то есть можно несколько объектов ввести сказать выбери мне наибольшее из этих объектов вот он тоже может находить это некоторое развитие вот этой вот идеологии segment anything значит есть более хитрые подсказки например уже использующие модели связанные с генерацией изображения мы с вами рассмотрели предыдущие лекции задачи генерации изображения когда модель умеет например дорисовывать что-то либо вообще рисовать либо нарисовать а то есть задача импентик видоизменения изображения то есть когда на вход модели подсовываются некоторые изображения и просится что-то сделать да но здесь как раз запрос на то что сделать он тоже оформлен виде визуальной информации это такое тоже одно из новых направлений до инновационных то есть вы по сути даете задачу пример вот пожалуйста пример вот картинка вот маска лошади а теперь тебе просто картинка лошади и сделай мне опять маску лошади да то есть по сути задача дорисовывания картинки да то есть рисование генерации изображения но с точки зрения пользователя это задача получения уже некоторого смысленного ответа на вопрос получения по сути маски изображения по примерам это то что называется in context learning то есть вы не обучаете модель решать задачу выделения лошади маски лошади а вы учите задачу рисовать модель учите рисовать причем таком общем общем виде по примерам научить ее рисовать сделать то же самое вот это за этим контекст то есть вы подаете некоторый prompt подсказку на или обучающие примеры и она без всякого градиент метода градиентного спуска там так далее то есть алгоритм обучения она вам сразу из коробки умеет такие задачи решать то есть она каким-то образом понимает по каким понятно да то есть она трансформирует изображение в некоторый опять-таки некоторые векторное представление там либо ну точно не через те когда скорее кайска с помощью кодирования пить какого-то энкодера преобразует там вот это изображение вот это изображение получается некоторых там карта на в абсурдном пространстве и потом она понимает что вот и нужно сделать как бы то же самое находится своими связи между этим и этим статистически и затем пытается на основе этих статистических взаимосвязей по сути сделать обратное преобразование вот и всему этому она учится на этапе обучения модели то есть кто-то авторы этой модели они уже обучили модель по примеру делать то же самое то есть делая как я показал вот вы как пользователь показали что нужно сделать нарисовать дали картинку нарисовали маску один раз да а потом можете подсовывать другие картинки вот сюда помещать и на выходе получать нужный вам результат то есть по сути уже совершенно другая картинка да но тоже с лошадью и это лошадь соответственно находится ну это разные примеры да то есть можно решать не только задачи маскировать можно пример находить грани то есть вы взяли картинку прогнали этом через фильтр поиска границ это у вас есть исход изображение пример а потом дали другую картинку и вот модель может найти вам все грани не знаю вообще ничего про компьютерное зрение этого как находится грани вот либо например разукрасить все далее черно-белое изображение дали картинку цветную потом дали другой черно-белое изображение да и она по аналогии вам разукрасила и либо например просто вот у вас какая-то часть изображение неизвестное да вы дали пример изображение закрытой частью до изображения полная и потом подсунули уже свою картинку новую закрытой частью да и что она взяла дорисовала что-то но ну то же самое маски то же самое там изменение стиля на то есть например дали картинку летом ту же самую картинку зимой теперь дали просто картинку летом другую и как будет зимой это выглядеть то есть разные задачи решаются по сути через генерацию изображений вот поэтому опять же да генерация изображения это не только развлечение чтобы какие-то смешные картинки генерировать да это еще и способ построения следующего поколения систем которые не нужно специально обучать а нужно просто показать примером то есть называется one-shot learning то есть обучение в один шаг то есть вы показали пример и система умеет этот пример как бы из контекста научиться решать вашу задачу которая нужна причем задачи могут решаться совершенно разные да это в одном едином интерфейсе вот такое тоже современная парадигма до построения интеллектуальных систем на базе нейронных сетей вот ну тоже развитие этой задачи развитие тех моделей это вот модели сек 5 который тоже вы можете маска например выделить красные сферы до на изображение и дать другое изображение он вам там все сферы отметит да либо например все сферы да либо только красные сферы то есть подавая какой-то набор примеров вход-выход вы можете затем подавая уже новое изображение до получать результат некоторые осмысленный причем это может быть совершенно разное может просто видео этот прогрузить дать пример или плита мячик да и загрузить видео с котом из печиков и вам в модели разметит все видео 1000 кадров будут размечены правильным образом просто потому что модель умеет правильно кодировать вот по той маске которого и передали да она правильно сможет скодировать как то скодировать мячик закодировать да и потом по аналогии найти такие же аналогичные маски чисто статистически вот и самые разнообразные примеры моделей ну и там как развитие да то есть вы можете подавать много разных примеров то есть некоторые уже иметь словарь визуальный то есть мы с вами говорили о том что языковых моделях есть словарь и текстовый на по которым может по открытому множеству искаться некоторые соответственно между частями текста и изображением если что-то о том что вы создаете некоторый словарь визуальный то есть какие-то изображения заранее размечены да но это какая-то очень небольшая выборка то есть на качественном уровне вы показали что вот это лошадь человек и вот эти продвинутые модели которые по сути уже основываются на моделях не просто детекция на моделях генерации изображений то есть там именно идет дорисовывание через механизм дорисовывание на рисование по сути генерации изображений он решила этому задачу понимание изображения с точки зрения пользователя то есть подавая дальше изображение из у которой как-то каким-то образом связано с тем словарем например изображение лошадей связано со словарем лошадей соответственно она умеет правильно решать задачу то есть выделять объекты соответствующие ну по аналогии с тем как у нее были словарях то есть тоже происходят сварда in context learning вот ну самое самое интересное да что эти модели они на самом деле позволяют вам решать такие тоже задачи которые раньше например были весьма сложно решаемыми да то есть у вас есть какие-то промышленные картинки совершенно не очевидны да и можно просто там не знаю каким-то расчерком выделить тот объект который вы хотите найти это будет у вас по сути некоторая подсказка да человек в машине да вот вот пожалуйста картинка вот пример того что нужно находить да и эта модель на совершенно новых картинках начинает искать ровно тот объект который вам нужен то есть нам нужно было здесь например выбрать какой-то котел печь ковш то есть в котором там металл разливают мы просто взяли изображение какое-то который у нас есть отметили на нем просто розчерком где находится ковш значит используется модель segment anything которая позволяет вам найти маску да поэтому розчерку поэтому ультимодальной информации и дальше вот эта маска вместе с изображением она подается на вход как некоторый пример in context learning да то есть некоторый контекст помещается дается модели и даются новые изображения которые раньше модель никогда не видела и она умеет вот насходя этой информации да правильно находить нужный объект вот это на самом деле потрясающее свойство да то есть примерно таким же свойством обладает модель чат gpt где вы можете то же самое делать с текстом но с текстом это одно да с картинками это совершенно по-другому выглядит то есть выглядит какая-то магия что вот просто обозначили что что нужно найти на фотографии да подсунули новые фотографии да и она вам находит причем достаточно качественно вот это наверное то что сейчас вот стоит of the art то есть самая самая грань на вот этих моделей что они позволяют решать такие задачи уже без всяких обучений пес по открытому словарю и словарь не просто текстовый да то есть найди мне котел а просто розчерком то есть некоторое видение словарь уже некоторый мультимодальный все просто розчерком обозначить что нужно найти без всякого текста да и вот визуальная модель позволяет вам вот комбинируя разные подходы находить объекты на произвольных изображениях вот что конечно внушает некоторый оптимизм по поводу будущего таких моделей значит это вот то что касается мультимодальности да и построение универсальных визуальных моделей то есть как сделать универсальную модель вот следующий раз будем перейдем уже к более сложным задачам связанным уже с пониманием языка а